Добрый день, друзья, ребята. Это воспитание для родителей, которые воспитывают своих детей. Знаете, что вы чадо Божье и что Бог любит вас. И Бог хочет научить вас, чтобы вы никогда не были обмануты людьми. Почему? Потому что люди, которые не знают, что Господь управляет и является хозяином жизни, они начинают тогда верить другим людям. А этими людьми может управлять дьявол. Я хочу вам рассказать однажды такую историю, которая случилась в моей жизни. Однажды близкий мой друг пришел ко мне и попросил крупную сумму денег. И я ему сказал, у меня нет такой суммы. На что тебе? Он говорит, у меня есть бизнес, я сейчас перегоню и скоро заработаю другую большую сумму денег и тебе отдам. Ну ты же мне, друг, помоги мне поднять бизнес. Я говорю, у меня нет денег, я бы с удовольствием тебе помог, но у меня нет таких денег. Он говорит, ну у тебя есть же друзья, знакомые, у которых ты можешь занять, чтобы, ну как бы, под меня. И я тогда еще был слабый, верующий человек и плохо знал Библию. Но одну притчу я прочитал, притча 6 глава, где написано, сын мой, не поручайся за долги других людей, потому что ты свяжешь себя словами уст. Ну он мне говорил, ну я же брал у тебя до этого деньги и всегда вовремя отдавал. Ну мало что, что написано в Библии, это самое, я тебе отдам. И я поверил ему, пошел занял крупную сумму денег, а он взял и пропал. Я тогда не знал, что он начал играть в казино. И он думал настолько сильно, что он победит, что он выиграет, просто надо большую ставку поставить. И он проиграл все, ему было стыдно, и он начал прятаться от меня. Ну а мне пришлось отдать свою машину за долги, потому что я поручился за слово. За эти долги, а так как нечего было отдать, я отдал машину. Что мы должны из этой истории, дети, понять? Во-первых, люди не понимают, кто хозяин этой жизни. Поэтому они трудятся, они работают, они хотят в этой жизни, как говорится, заработать. И если люди не знают, что Иисус хозяин жизни, то Писание говорит, что тогда они находятся во власти сатаны, и в сатана вкладывают похоти им. И вот этого моего друга сатана вложил быстро разбогатеть, хотя Библия учит тому, что кто спешит разбогатеть, не останется неоказанным. И я не учел тот фактор, что он находился в тот момент во власти сатаны, он хотел быстро разбогатеть. И поэтому он мне начал говорить о том, что ты нарушишь заповедь, ты нарушишь слово Божие, я тебе обязательно отдам. И вот так вот люди часто обманываются. Но чтобы мы, как дети Божьи, не обманывались, мы должны постоянно день от дня читать Божье слово, чтобы быть мудрыми. И если Господь нам что-то говорит, не нарушайте это Божье слово, тогда вы никогда не будете обмануты. И дьявол у вас не заберет ваши деньги и ваш успех. Поэтому читайте ежедневно слово Божье и учитесь.